Для зрителей сегодня среда и, как обычно, в прямом эфире программа «Главная». С вами я, ее ведущая, Нина Демогла. К чему приведут заявления либеральная партия об уходе в оппозицию? Насколько крепка либеральная партия в целом? Уйдет ли Дарин Киртуака в отставку и насколько перспективен проект партии социалистов об организации референдума? Чем завершится дипломатический скандал между Молдовой и Россией? Эти и другие волнующие вас вопросы и события последней недели мы сегодня обсудим с гостями нашей студии. Это руководитель представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий, а также директор Института эффективной политики Виталий Андреевский. Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Ситуация у нас в стране политическая непростая, поэтому я сегодня пригласила не случайно вас. Вы люди, которые о молдавской политике знают все и даже немного больше. Вот господин Демидецкий, скажите, заявление либералов о том, что они уходят в оппозицию, это для чего они хотят комфортно войти в следующие выборы? Что вообще происходит? Нет, а когда у нас была простая ситуация в стране, тогда бы не содержало столько телеканалов, у нас бы работы не было. Она более как-то запутанная. Да нет, я бы не сказал, она обыденная, как всегда. Для вас возможно. Да, политики есть политики, без них мы как бы с хлеба. А либерал это было насквозь предсказуемо. Я еще год назад, по-моему, в этой студии говорил о том, что у демократов ничего не получится, если они от них не свободятся. Я уже ожидал еще год назад, что демократы поменяют Киртока, который висит у них таким неподъемным грузом на ногах, потому что то, что творится в городе, уже ни в какие ворота не лезет. Киртока ненавидят не только, допустим, те, кто там не разделяет его унионистских взглядов, но даже уже его унионисты ненавидят. Киртока мы еще поговорим, но вы посмотрите, в целом министры в отставку подают. Ну, простите меня, то, чем занимались министры либеральные в правительстве, вы помните, там какую-то мамалегу разносили, какую-то рыбу и так далее, и так далее. Это тоже ни в какие ворота не лезет, потому что сегодня надо представлять проект. Нам Евросоюз выделил кредиты, чтобы хотя бы построить те дороги, по которым будут ехать их трейлеры, везти нас в товары. А эти дороги расползаются после первого же снега, понимаете? И так воровать нельзя, как у нас воровали. Вот сейчас румынская компания расторгает контракт. Мне один дорожник рассказывал, как это происходит. Сначала откатывают европейцы, потом находится какая-то фирма-посредник, она еще откатывает, да? И потом вызывает какого-то человека, которому предлагают на 25% оставшихся построить дорогу, да еще договориться с прокурорами, понимаете? Ну, он говорит, я же все-таки не сумасшедший, да? Ну, зачем далеко ходить? Господин Сатурза, бывший премьер, это все расписал просто в подробностях, да? Ну, это надо было рано или поздно заканчивать, понимаете? Нет, но из-за того, что... Либио-демократическая партия не могла этого сделать по той простой причине, что она была завязана на эту коалицию, да? Один из голосов она была найти. Вот нашли господина Лянка с его европейской группой, да? Он тоже надежный, так бы, партнер. И сейчас, так сказать, уже господина ГИМПу можно избавиться. Ну, еще от этого избавления поиметь дополнительные дивиденды. Можете представить, народу же нравится. И я скажу вам честно, люди, вот я смотрю по социальным сетям и по разговорам в городе, им это нравится, понимаете? А кому нравится? Правому флангу то, что... Всем нравится, понимаете? Мы все... У нас в городе одна партия. У нас нет правых лев. Мне вот не наплевать. У меня мэр унионист, коммунист, я не знаю кто. Он завхоз, и его партия город, понимаете? То, что происходит с городом, извините меня, такой грязной столицы, неухоженной уже нет. Даже в СНГ, понимаете? Даже в тех городах, которые когда-то Кишиневу нашему красавцу завидовали, понимаете? То, до чего и ваш Урикя, бывший мэр, говорил у вас в студии, да? О том, что то, до чего довел Кирдока столицу, не хватит и 100 лет. Я с ним согласен. Я с ним согласен. Это межритетаническое. Я даже не знаю, кого подберут сейчас на замену Кирдока. Ну и от господина Гимба тоже можно было избавляться. Вы же помните всю эту полемику в парламенте. Всякий раз господин Гимба выходил, выворачивал руки, так сказать, правящей коалиции. Что-то вытворяла, что-то заявляла, понимаете? Это, конечно, два... То есть он был неудобный. То есть правящая коалиция потеряла вот этих шагов либералов? Боже, конечно, безусловно. Безусловно. Ну а что же, люди что, слепые, не видели, что ли, чем занимались? Вот если мы сейчас говорим, например, об уходах министров, то есть наоборот тогда получается, что коалиция, демократы... Хозяева, знаете, вот, Нина, чтобы не перечить саму себе, вот я читал сейчас в Фейсбуке, я-то не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но вот есть несколько людей, которые хорошо говорили о Валерии Мунтиану. Я с ним несколько раз ругался на передачах, я не разделяю его взгляды. Но это если действительно правда, да, то мы, может быть, потеряли хорошего менеджера. Я не знаю, это правда. Но люди, которым я доверяю, и которые, как бы, считают хороших специалистов, о нем отозвались хорошо. Если он действительно на своем месте был, я говорю, мне наплевать, какие взгляды политических придерживаются хозяйственник, человек, который мне пришел ремонтировать унитаз, телевизор и так далее. Главное, чтобы он был мастер. Если он мне начнет рассказывать вместо этого историю КПСС, или, так сказать, про политику и угробит мне, как бы, что-то угробит, то я его буду не любить, да, вот, несмотря на то, что, может, он будет хорошо разбираться в политике. Но я не думала, что... Политиком политики, специалистом специалистов. Это такое дело. Министры, мэры, это, в первую очередь, менеджеры, понимаете? Те, которые, люди, которые должны подчиняться, то есть, той правящей коалиции и выполнять задачу, которая им поставлена. А не заниматься политическими делами. Я вас поняла. Спасибо, Виталий Александрович. Почему либералы так резко решили уйти в оппозицию? И насколько крепка вообще либеральная партия? Я думаю, что они не ушли в оппозицию. Я думаю, они ушли в прошлое. Навсегда. То есть, это уже не оппозиция, потому что никто уже не примет эту партию, как реальную партию, которой можно отдать голоса. Ну, может быть, один, два... Но если мы проследим хронологию, ГИМПу всегда, в принципе, так делал. Процента. Нет, ГИМПу всегда торговался. И, понимаете, ведь дело в том, что мы сидим в студии, да, очень часто, и все говорим, где посадки, где аресты и так далее и тому подобное. И когда это политики говорят, то они подразумевают, что это не коснется их, их ближнего круга. Это будет касаться других. А когда, в принципе, стало понятно правящему большинству о том, что если они не начнут со своими разбираться, я имею в виду все правящие большинство, то им не поверят и по чужим. И они начали своих, потому что министр сельского хозяйства был с демократической партией связан, замминистра экономики с демократической партией. Там, я не помню, претер или председатель райисполкома, которого взяли где. Претер, кажется, с демократической партией. И дошла очередь и до некоторых людей из либеральной партии. И мы знали, что не все благополучно в примарии. Я думаю, это только верх, вершина айсберга, то, что сейчас копнули по парковкам. Есть еще центральный рынок, есть рынок рекламы, о котором очень много писали. Есть поставки ГСМ, о которых тоже очень много писали. Понимаете, правящая большинство поняло, что надо наводить порядок. Но смешно, если они будут наводить порядок среди оппозиции, которая не у власти. Это будет уже гонение на оппозиции. Они начали наводить порядок среди своих. И ГИМПУ, в принципе, я думаю, ушел туда. Он называет это оппозицией. Не потому, что там арестовали, задержали Киртуака, министра и так далее. А почему? А потому, что уже там тянутся к нему многие нити. И он уже хочет закричать потом. На оппозиционера поднимают руку. Я в оппозиции. Ведь вы обратите внимание, какие он заявления делал. Первое, что это рука Москвы. Ну, это, конечно, сейчас смешно. Плохотнюка эту команду называют рукой Москвы. Потом, что это гонение на унионистов. Что вот он знамя унионистов. Какой он унионист? Он флюгер, который туда-сюда метался, искал, где получше. То есть, он это не его родной брат. И он искал его родной брат порядочный, хороший человек. Ну, вот поэтому я спрашиваю. Со своими убеждениями. Но это личность была. То есть, я мог не разделять его убеждения, но как личность я его уважал. То, что не могу сказать о ГИМПу. И поэтому он туда, где оппозиция. И сейчас, когда, если начнут там копать по каким-то вещам, он начнет кричать. Это против лидера оппозиции, против униониста номер один и так далее. Но я думаю, и это уже ему не поможет, если действительно принято решение наводить порядок в стране. Поэтому, я думаю, тут есть очень хорошее такое стихотворение Маршака. Отряд не заметил потери бойца. И, в общем-то, яблочко-песню допел до конца. И чем мы быстрее забудем этот кошмар под именем Киртуака в городе и ГИМПу в парламенте, когда-то его президент был, тем лучше будет для Молдовы. Ну, забывать нельзя, помнить надо, потому что угроза вот такого рода появления таких людей, она еще существует. Хорошо. Кто тогда появится на правом фланге? Заметьте, какой раздрай. Когда-то так было на левом фланге. То есть, появлялось очень много различных сил, которые, в принципе, не имели какой-либо силы. И по результатам выборов парламентских мы понимали, что это были просто партии какие-то, ну, можно так сказать, однодневки. И вот на сегодняшний день на правом фланге образуется много партий, которые непонятно, кто заменит тогда либеральную партию. Это партия Шалару сегодня появляется, еще ряд. Понимаете, на самом деле у нас, к сожалению, нет либеральной партии в стране. Ее все вот эти годы независимы не было. Я имею ту либеральную партию, которая исповедует либеральные ценности. Вот это, если бы сейчас прокрутить одно количество лет назад, я бы, может быть, занялся вот этим проектом. Мне это очень интересно, чтобы была такая партия. А то, что касается, у нас же как бы партии вообще, ну, вообще сейчас в мире доктрины не играют большой роли, потому что вот Макрон пришел, какая у него идеология? У него проектное мышление, какие проекты нужны для Франции, области внешней политики, внутренней политики и так далее. И у нас тоже такая ситуация. Есть какие-то названия такого политического значения, но на самом деле доктринальных партий у нас нет. И если говорить о правом фланге, у нас как бы принято, что правый фланг у нас такой унионистский, прорумынский и европейский. Широкий спектр правый центр. А левый центр у нас пророссийский, проевразийский и так далее. Это не очень хорошо, потому что на самом деле не надо ничего делать. Надо только одеть майку, я проевропеец, и уже проевропейцы за тебя проголосуют. У нас же как бы даже не голосуют за... Но конкуренция это высокая на политическом рынке. Нина, у нас даже не голосуют за проевропейцев или пророссийских. У нас голосуют против пророссийских или против проевропейских. Вот это против, когда идут на выборы. Вот смотри, какое чудо. Ну вот хорошо, господин Демидецкий сказал, что ему все равно. Сейчас, секундочку, я закончу мысль. А потом мы будем великого Демидецкого цитировать. На самом деле, смотрите, у нас же когда шли... Сейчас не будем говорить об идеологии. Киртуака и Дадон. Но Дадон намного сильнее, как менеджер. Намного. Но он проиграл, потому что на нем был ярлык пророссийский. Гречаны намного сильнее, как менеджер. То есть, избрали бы или Гречану, или Дадона, город бы выиграл, а не проиграл. Я не могу сказать о следующем кандидате от партии социалистов, потому что он очень политизированный. Политизированный, в отличие от тех двух. Особенно тогда они не были политизированы. И Гречаны, но Гречаны и сейчас не очень политизированы. И поэтому, вот это меня пугает, что вот это разделение, восток-запад и так далее, оно определяет политику в Молдове, а не какие-то доктрины, если они существуют, какие-то реальные проекты развития страны. Вот нам надо как-то подумать, как перейти вот эту фазу пройти и выйти на новую фазу. И когда вы говорите много на правом фланге, на правом фланге есть только, ну на правый центр Майя Санду и Влад Плохотнюк. Больше никого там нет. Это все остальное подтанцовка. Но Плохотнюк это партия демократов, а все-таки они больше центристы. Ну, я говорю правый центр. Более от центра и туда. А на левом центре, левый центр Дадон и тоже масса каких-то мелких партий. Может быть там что-то еще появится, но пока нет. И, к сожалению, мы видим, коммунисты упали уже, видимо, не поднимутся. И поэтому я повторяю, это очень... Ну как, по последним опросам, коммунисты получают 6%. Ну, на грани прохождения упал рейтинг Воронина очень сильно. И, понимаете, они идут вниз. У них нету подъема. Вот это для них очень плохо. А до 2018 года это падение продолжится. Поэтому мы не в очень хорошей ситуации, потому что вот коллега говорит о том, что действительно нужны профессионалы. Но, к сожалению, вот в этой борьбе таких Восток-Запад, место не профессионалы будут вылазить наверх, а популисты, политиканы, которые громче крикнут и так далее. Это трагедия Молдовы. Я вас поняла. Спасибо, господин Андреевский. Господин Демидецкий, вот все-таки 2018 год на носу. Как бы то ни было, ну, по-любому лидеры партии как-то не мыслят тем, что должны быть менеджеры во власти, обязательно должны занимать хорошие профессиональные кадры, руководящие посты. Но все же я не думаю, что они на первый план, на сегодняшний день у них в голове не крутятся какие-то политические дивиденды. Вот на сегодняшний день, на правом фланге, кого вы видите? Вот господин Андреевский сказал, что либералы – это уже вчерашний день после их шагов. Кто их заменит? Я согласен с Андреевским. Какие они, либералы? Они, извините меня, больше пещерные националисты, я бы так сказал. У нас в США действительно, я соглашусь с коллегой о том, что действительно у нас доктрина не играет роли. Но какой коммунист был воронен? Да, он проводил либеральные реформы на своем первом сроке, почище, чем кто-либо. И были какие-то результаты. Можно ругать Воронина, можно хвалить Воронина, но в первом сроке он кое-чего-то бился и показал, да, и сумел стабилизировать ситуацию. Да, была конъюнктура и так далее. Ну, это беда, действительно, я соглашусь тоже, это наша большая беда, что у нас людей поделили, вы посмотрите, даже в социальных сетях, люди готовы друг друга убить, да, вот, там же, знаешь, вот, запад, восток и так далее, при том, что нас никуда не зовут. Да не только просто думаешь, да. Самое смешное, что, когда начинаешь человеку объяснять, а тебя куда-то позвали. Знаешь, мы похожи на таких, знаешь, старых дев, которые рассказывают о женихах, а нас никуда не зовут. Потому что везде, в каждом любом объединении, будь то Евросоюз, Евразийский союз и так далее, и так далее, нужно это предложить. А что мы можем предложить на сегодня, да, у нас половина населения сиехала, да, специалистов действительно нет, менеджеров хороших нет, они только вырастают, они уезжают, так сказать, приносить прибыль в другие страны. А у нас здесь остаются вот эти говороны. Ну, вот хорошо, господин, у нас тяжело найти хорошего сантехника, животного, да, политологов, политиков, экспертов, у нас масса, понимаете, у нас просто университеты плодят, знаете. Ну, вот есть, например, даже, кажется, господин Царану, я его интервью читала, довольно-таки авторитетный эксперт, но он не мыслит так, как вы вот со своим коллегой, который сегодня присутствует. Господин Царану и господин. Он сказал, что подпись за отставку Киртуаки никогда не даст, потому что он не видит никакой альтернативы, и видит сегодня это как какой-то политический акт, так он это рассматривает. То есть это не просто люди в социальных сетях. Ну, это его дело, боже мой. Ну, я думаю, что многие так мыслят. Да, ради бога, но вот он, значит, мыслит в таком отношении. Хотя я уверен, я за университетом Царану знаю, наверное, лет уже 30. Вы знаете, несмотря на то, что я не разделяю его взгляды, я уважаем и дружим с семьями, он очень порядочный человек. Я не говорю, что он не порядочный человек. Неоднократно демонстрировал это, понимаете. Но, тем не менее, он считает таким, так я уважаю его мнение, но я бы хотел, чтобы он уважал и мое. Нет, я не говорю, что тут не нужно неуважительно относиться к чему-то мнению. Я говорю, что не только просто люди так говорят. То есть есть мнение экспертов. Да есть люди, даже вот, представляете, ну, пришли же люди, что бедному Тапиоле пришлось сгонять Киртуака с трибуны, да, когда эти люди начали орать, эти глупости. И он начал там говорить опять глупости про Титанки, про Путина, про кибервойну, которая мешает убрать людей, которые торгуют с залитой мостовой мочой и мясом, и возрастительного рынка. Это же не нужно, понимаете. Можно поехать в тот же сепаратистский террас, как у нас его называют, как у нас его не любят, говорят, там, что прочее. Приедете на центральный рынок. Вот я недавно был, я был ошарашен. Вы подъезжаете, вам предлагают место платной стоянки. Попробуйте паркануться у нашего центрального рынка. Вам выдают тележку, вы идете, там эскалаторы, все чисто, все организовано, все отстроено, все в плитке, все с сертификатами, все. То есть, высокая культура, понимаете, которую, может быть, даже в европейских городах можно так увидеть. И что террасполю помешало. Там фирма занялась, сделала и навела порядок, понимаете, менеджеры. А у нас под разговоры вот эти вот, да, я однажды провожал, я уже рассказывал, кажется, когда-то провожал журналистов иностранных, да, и попал на улицу имени евроинтеграции между центральным рынком и автовокзалом. Ну, я просто, это немцы были, они встречали свою коллегу из Бухареста. Так это, я испытал там такой стыд, они мне показали, нам все сказали, это мы тоже должны сделать. Потому что они над нами смеются, над нами рассуждениями, да, что Европа всем поможет, как у Остапа Бендера, помните? И так далее. То есть, вы тоже считаете, что на правом фланге... Надо поменьше говорить, надо заниматься делом. А вы считаете, на правом фланге все же политически Майя Санду сменит? Может быть, кому-то этого хотелось, но я не вижу в Майя Санду человека, который может сместить Влада Плохотнюка, по той простой причине, что... Господин, либеральную партию. Либеральную партию? Либеральную партию? Кто придет им на смену, да? На смену либеральную партию. Да, они уже пришли. Смотрите, там целая плеяда. Одни выращивают, вторые, третьи. Кто? Анастасия Павличенко? Нет, ну почему Анастасия Павличенко? А там, ну, Павличенко, я думаю, тоже уже как бы сбитый летчик. И Гуцци, думаю, скорее всего, это будет Шалару. Если он найдет деньги на этот униистский проект, да, это, скорее всего, будет, скорее всего, попытается Шалару сделать. Не знаю, что у него получится. Но как партии спойлера, они работают. Нормально, они могут оторвать где-то голоса и так далее. Это технология уже, знаете. Там у нас есть, так сказать, великий комбинатор, который это все делает. Хорошо, господин Демидетский, все-таки вот после громкого скандального ареста господину Киртуак перевели под домашний арест. Сегодня его видели, как он перемещался по улицам. Правда, позже он это прокомментировал, что он просто шел в суд, и прокуратура об этом знала. Господин Грозаву сегодня с рвением приступил к своим полномочиям и сказал, что все муниципальные предприятия будут работать. То есть у многих складывается впечатление, что конфликт как-то сам по себе удастает. Я думаю сейчас, нет, не увязает. Я думаю сейчас, что городу, если власти хотят действительно готовиться и к выборам, это тоже важно, я с вами согласен. Что толку-то дашь, когда ты проиграешь выборы. Если власти хотят что-то сделать, и не только для населения Кишинева, но и для себя, любимого, они это всегда умеют делать, тогда они должны сегодня думать о хорошем хозяине в Рио-Мэре, который возьмет за себя какие-то управления. Я вообще думал, что Плохотнюк, когда он ушел зализывать раны после того, как его Тимофти, вот сейчас Тимофти недавно жалел, что он не назначил премьером, а меня чуть не убили в студии, когда я сказал, ну и что не назначил. Показал бы он себя плохо, ушел бы. Показал бы себя хорошо, мы бы были довольны. То есть это был бы справедливый вариант, что не назначить. Но там, знаете, вмешались наши партнеры по развитию, помешали. Я думал вообще, что он в прошлом году попытается возглавить мэрию и показать себя как менеджер. Да, вы знаете, сам Плохотнюк, а почему бы и нет. Вы знаете, но... Но для политического лидера есть очень много случаев. Почему для политического лидера? Это минус, это не поведение. Вы знаете, у нас люди всегда хорошо относились к хозяевам. Воронин не был политический лидер. Ну вы знаете, он же вот такой политический лидер. Понимаете, Воронин мыслили, когда-то проголосовали за него, возвращается бывший министр внутренних дел. Генерал, который наведет порядок, этих посадит, здесь прочистит. Нас народ так мыслит, понимаете, им хозяин нужен. У нас такая ментальность, понимаете. Ну пройдите, расскажите нашему крестьянину про либеральную идею, коммунистическую, демократическую. Они тоже думали, бедные, что вот вступят в Европу и будут жить от немцев. Наши ахлоеды им рассказывали эти глупости. Они поверили. Сейчас они разуверились, и 70%. То есть проблема в том, что при Воронине 70% уверила в эту сказку. А сейчас уже мало кто верит, понимаете. Вот проблема этой власти. Ей некуда деваться. Ей надо что-то делать с страной. Иначе страна пойдет под откос, понимаете. Вот. Время сказок прошло. И все же, вот референдум. Сейчас уже велики шансы, что все-таки этот референдум состоится. Уже собрано достаточное количество... Вы знаете, я не уверен. Вот я не уверен. Вот я вот хочу спросить. А я не знаю. Уже собрано... Вы знаете, у нас такой конституционный суд, что, извините меня, он нас сколько раз, так сказать, как в простонародье говорят, ставил на уши. А если вот... То выборы объявил, то Филату, то Филата объявил преступникам. Тут же ему дали орден. Вы не верите в то, что референдум... То есть вы не верите в то, что референдум состоится? Может, и не стояться, если это будет не в интересах, так сказать, того, кто сегодня ведает наши политические драматурги. А то, что сегодня господин Грозава приступил к своим должностным... Я бы хотел, как кишиневец, чтобы во главе мэрии стал не политик, а стал хороший хозяйственник. Сегодня этот хозяйственник... Пусть он будет в Рио. Пусть он будет в Рио. На это должен человек прийти и, черт возьми, убрать город. А Грозаву способен на это? Вчера ураган был в Москве, и Собянин сказал, за два дня после урагана наведем порядок. И наведет. А Грозаву способен на это? К Грозаву? Вот уж не знаю. Вы знаете, мне многие говорили о том, что господин Грозаву был тем серым кардиналом в мэрии. Но господин Керновенко никогда не был мэром, скажем так. Ему как и носили бумаги эти на подпись и так далее. Так он ругался, что-то делал, вытворял на этих летаврах. Играл, то женился, то разводился. Но я не видел у него хозяйственной миссии. Но говорят, что Грозаву был таким теневым человеком, с которым нужно было... Вот если бы вы приходили в мэрию решить проблему, то вам советовали идти не к Керток, а идти к Грозаву. И Грозаву знал, как эту проблему решить. Он знает, как эту проблему решить. Для того, чтобы изменить ситуацию в городе, ну не знаю. Вот вы меня просто знаете. Хорошо, господин Деменецкий, спасибо. Я был когда депутатом горсовета, да, у меня там много знакомых, которые рассказывают о ситуации и так далее. Я знаю примерно, как этот чуть-чуть механизм крутится. Но поверьте мне, у Молдавана есть очень хорошая пословица. Сан-Царей же, конечно, просто, тут требуется айминти. Вот если мне сегодня бы предложили стать мэром, я бы отказался. Потому что у меня не хватает ни профессиональных знаний, ни опыта для того, чтобы возглавить почти миллионный город. У нас господин Керток согласился после телепрограммы «Сюрпризы-сюрпризы» бегать с микрофоном. И масса людей найдется, которые вам скажут, что я готов завтра возглавить город. Я должен продать какие-то участки, что-то еще сделать, выдать заправки или что-то еще на каких-то дел натворить. Но хотелось бы, чтобы прошел несколько другой человек, который понимает, что лимит у города уже исчерпан. Нет, неоткуда там воровать. Там же надо что-то делать. Хорошо, спасибо. Я вас поняла. Мне очень важно по этому же вопросу ваше мнение, господин Андреевский. Но мы его выслушаем после очень короткой рекламной паузы. Уверяюсь, что впереди вас ждет все самое интересное. Не переключайтесь. Дорогие телезрители, напомню, что в прямом эфире программа «Главная текущую политическую ситуацию в стране» мы сегодня обсуждаем с гостями нашей студии. Это руководитель представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий, а также директор Института политических технологий Виталий Андреевский, господин Андреевский. Вот вернемся к разговору по поводу господина Дарина Киртуаки. Вот сегодняшний день собрано 65 тысяч. Лина, простите, мы не слишком внимания много уделяем ушедшему мэру. И к тому же оставишь такой черный след. Мне интересно, он еще все-таки не ушел. Вот господин Грозаву вернулся. Вас больше судьба его беспокоит или судьба... Меня больше беспокоит судьба города. Мне кажется, вы уже все ушел. Мне интересно все-таки, что-то изменится или нет. Потому что подписи собраны, вроде бы, референдум в случае его успеха. Может быть, назначили Грозаву ИО, и до 2019 года будет вполне справляться со своими полномочиями, обязанностями господин Грозаву. И референдума, в принципе, так и не будет в нем необходимости какой-то. Значит, в референдуме есть одна очень большая опасность. И социалисты ее сегодня уже начали понимать. На самом деле, чтобы выиграть этот... Я не говорю тут, как коллега говорит, назначить, этого не назначить. Будем говорить, ну, назначили, допустим, да, референдум. Чтобы его выиграть, надо, чтобы проголосовало 163 тысячи за отставку. Это очень большая цифра. Вывести вот 163 тысячи таких активных противников, которые бы проголосовали. А если еще власть решит, что, может быть, и не надо, как бы, вот этой отставки. И там намекнет служащим, не надо выходить на референдум. Пусть социалисты, как бы, провалятся. И они, мне кажется, сейчас это понимают. Но делают абсолютно глупые заявления. Я не помню, кто там говорит. Вот его специально задержали, чтобы сорвать референдум. То есть, вроде бы, боролись, боролись, все, надо навести порядок. А теперь, говорят, специально его задержали. Я не исключаю такой технологический ход, что он будет под домашним арестом... Еще долгое время? Очень долгое время. У нас же есть пример. Там в Аргеве сидит один... Примар, да. Да. И не могут снимать, пока он суд. Нет суда, который доказал, что он преступник. И могут продержать. Грозаву, вот я читал сегодня его вещи, он как бы так покаялся, что я там допустил ошибки, то, другое. И, конечно, он сейчас будет очень много делать. Я его абсолютно не знаю. Но если он что-то соображает в городском хозяйстве и так далее, он сейчас очень много сделает, чтобы показать, что в городе появился, наконец, настоящий хозяин. Может быть, тогда ему простят его грехи. Но либеральная партия сказала, что она не собирается его поддерживать. А там, знаете, никто уже не будет смотреть на поддерживать, не поддерживает. Он будет заниматься городом. Но многое зависит от муниципального совета. Если его будет поддерживать премьер-министр и в целом власть будет поддерживать, то будет все нормально, он будет решать проблемы города. И для нас это выгодно. Поэтому ситуация действительно очень такая непростая. И единственное, что меня сейчас волнует в этой ситуации, я пока не вижу, чтобы власть или оппозиция начали готовить настоящую кандидатуру на пост мэра. Будут ли это досрочные или срочные выборы. Может быть, эти выборы пройдут в 2018 году вместе с выборами в парламент. Ну, по городу проведут. Вот это очень плохо, потому что действительно надо искать и готовить такую кандидатуру, чтобы люди проголосовали, чтобы у нас снова не получилось вот это голосование, образно говоря, за Россию или за Европу. А чтобы голосовали за конкретного человека, а не против ставленника России или ставленника Европы. Поэтому я не скажу, что я там с оптимизмом большим смотрю, но я считаю, что то, что произошло, это лучше, чем то, что было вчера. Это шаг, а, к оздоровлению в целом при Марии, потому что там это такой клубок, который надо действительно там порыться в этом клубке. И, б, то, что, возможно, начнется какое-то развитие города, пока с исполняемой обязанности, который будет стараться на этом месте. И следующее, что, может быть, партия власти, партия оппозиции начнут искать действительно хорошего кандидата на пост мэра. Ведь мы когда говорили в начале... Но в 2019 году, то есть вы не верите, что референдум пройдет успешно? Понимаете, очень сложно, я повторяю, вывести вот это количество людей. Там есть, конечно, тут даже Киртуаки будет выгодить, если он, допустим, плохо, вот, видите, против меня не проголосовали, значит, хотят возврата. Но вы знаете, Виталий Александрович, я не знаю ни одного человека из моих знакомых, кто бы был доволен ситуацией в городе. Ну, я вам скажу так, если бы кто-то был доволен, за Киртуака проголосовало 163 тысячи. Сейчас бы 80 тысяч стояло на площади, и окружили бы всякие прокуратуры, суды и так далее, требовали освободить. Кто вышел? Никто не вышел. Это... Ну, пару человек там кричало их... Ну, пару, да. Вот это приговор Киртуака. Не суда приговор, а то, что люди не вышли на его защиту. Вот это как бы все ясно стало с этого. А в отношении вот то, что коллега говорил еще в начале беседы, что профессионалы... Вот сейчас вот та реформа, которая проводится в госуправлении, там есть попытка такая. Да, министр будет политическая фигура. Тут ничего страшного нет, потому что он будет определять политику в отрасли. Но начиная с госминистра и всех остальных, не будет никаких замов, которые сейчас по партиям там давали. Госминистр, депрофессионал по конкурсу, и сейчас по конкурсу все остальные. Но особенность в том, что конкурс сейчас будет проводиться не в министерствах, где министр решал, а будет в правительстве проводиться. То есть министр не сможет под себя подбирать людей, которые удобны ему. То есть есть... Я не говорю сейчас, что все будет очень хорошо. Потому что знаменитый философ говорил, хотели как лучше, а получилось как всегда. Это, в общем, для всего подсоветского пространства. Поэтому я не знаю, как будет, но есть желание как бы сделать лучше. И поэтому, если там будет, в центральной власти, если тут в примарии наведем порядок общими усилиями, может быть, что-то какой-то сдвиг вперед будет. Ясно, я вас поняла. Спасибо огромное. Значит, следующий вопрос, который я хотела бы обсудить, это... Если вы сейчас про Киртуаку спросите, Валера уйдет со студии. Нет, уже не про Киртуаку. Это новость очень резонансная, которая продолжается. Но это дипломатической диверсией. Господин Додон назвал это событие. Пять дипломатов, сотрудников российского посольства были высланы, объявлены персоной Нонграта. Сегодня прошла информация о том, что пять сотрудников посольства Молдовы в России также были объявлены персонами Нонграта в Российской Федерации. Что это было, господин Демидецкий? Обмен любезностей. Это зеркальное, как бы, если одна сторона принимает такое решение, другая также отвечает. Нормально. Но вот пример министра... Сегодня, кстати, это случилось и с эстонскими дипломатами. Самое интересное? Ну, там один... Два, да. Решение о высылке эстонских и молдавских было принято в один день. И в один день было принято обратное. Я не хотел бы здесь, это сказать, теорию конспирологии разводить, но я убежден на 100%, что это решение принималось не в Кишиневе. Но это такая дань нашей ситуации, понимаете? У нас очень многое в нашей внутренней политике сошлось так, что не устраивает сегодня тех, кого мы называем партнерами по развитию. И нужно эту дань платить власти. Никуда не денешься, понимаете? А что не устраивает? Что конкретно? Ну, я не думаю, что, допустим, в тех же Соединенных Штатах Америки были в восторге от того, что президентом был избран Дадон. Ну, они не были в восторге, но сразу же этих шагов не последовало? Ну, так и мы тоже не выслали сразу дипломатов. Этот дипломат, которого один из дипломатов, который вызвали, как бы что-то покатался на машине еще прошлым летом. А мы через год вспомнили. Но премьер-министр говорил о том, что есть резкие моменты, которые... Нет, я хочу вам сказать. Всякий раз обычно объясняют из-за чего. Или не объясняют. А тут не было объяснений. А тут не было никаких объяснений. Я, как журналист, пытался это выяснить, но, так сказать, ну, как бы негласно мне сказали, но, так сказать, не желая подставлять этих людей, да, из гласных структур. Ну, не говорите, кто сказал, скажите, что сказали. Да, ну, что это было решение, так сказать, навязанное извне. И вот я вам скажу даже, мне легче сказать это словами Рената Усатова, которого зовут, там, знаете, вот таким, как бы все. Но он однажды сказал мне такую вещь. Мы уже второй год высылаем российских политологов, журналистов, всех, кого не попадя, да, просто в аэропорту разворачиваем и высылаем. По поводу этого было неоднократно заявление МИД Российской Федерации и так далее. Потом пять наших чиновников встретили в аэропорту, побеседовали с ними, через час отпустили. Мы возмутились, дали протест. А как же с протестами России? Мы все-таки, вы знаете, я не хочу принижать страну, где я родился, вырос, я живу. Но все-таки я и вы, как любой журналист, и как любой человек, который что-то читает, видит о политике, понимает, что мы больше заинтересованы в России, чем она в нас. Понимаете? Мы больше зависимы от России, чем она от нас. Поэтому я вот на днях слушал, как-то попал на передачу Виталия с Крепником, он там очень много говорил, что какой мудрый нас руководство. Дедун едет в Москву, Плохотнюк едет в Вашингтон, Канду едет в Брюссель. И все мы такие хорошие, и разноплановые, и все мы стараемся поладить и так далее. И вот видите, такой переворот. Вы думаете, нашим власти нужно? Тут же Ренат Узады говорил, почему это происходит. Потому что, понимаете, все люди, которые мы останавливались и разворачивались, имели какое-то отношение, может быть, к украинскому кризису, где-то заезжали куда-то или что-нибудь такое прочее. И была просьба. А у нас есть партнеры по развитию. Вы сегодня второй раз партируете Рената Усатова. Который намекает. Вот он сказал это дело. Я потом, знаете, у нас маленькая страна. Мы где-то все учились, женились и так далее. И вот, как говорил бывший президент Меча Снегур, секреты в нашей стране живут три секунды. Знаете, вот это и в Сибе знают и везде. И переспросил их. Слушайте, это Рената Усатая правда говорит? Он говорит, ну, правда, да. Мы сами не хотим это делать, понимаешь? Потому что потом это и... Понимаете, ведь спецслужбы, чиновники, МИДовцы разных стран, несмотря на то, что между их хозяевами бывают какие-то конфликты, да, вот между странами, они стараются дружить. Ну, как вы будете бороться с терроризмом или с какими-то опасностями, если вы будете ходить и бычиться как политики друг против друга? И они всякий раз... Вот я наблюдал, допустим, такую сцену, когда наш министр и пренестровский министр в будке обсуждали какую-то проблему и говорили, ну, ты моего знаешь, а ты моего знаешь, а давай вот что-то сделаем, чтобы... Но вот и все же Дадон в своем заявлении сказал, что это было сделано для того, чтобы он оказался в сложной ситуации. Он действительно оказался в сложной ситуации. Он действительно оказался в сложной ситуации. Но Пископ его после этого пригласил на мероприятие публично, причем. То есть это говорит о том, что они поняли ситуацию? Да, ну, во-первых, заявление российского МИДа было четко и ясно сказано. И Путин, когда первый раз принимал Дадона, он сказал эту фразу, как любой нормальный человек, который может читать между строк, понимает. Мы прекрасно знаем расклад сил, политических сил Молдавии. Там не строятся иллюзии. Если вы думаете, что Россия – это такая страна, вот у нас как-то принято в последнее время, в политике евроинтеграции принято почему-то о России плохо говорить. И очень многие говорят плохо, потому что идет информационная война, это все нормально, большие деньги выделяются. Сейчас, знаете, многие говорят о попытках бороться, выделения денег на пропаганду против России. Да, боже мой, если бы Россия тратила столько, сколько тратит три вот этих вот столпа, да, «Голос Америки», «Дойче Велли» и «Свободная Европа» один миллиард, знаете, еще сейчас накидывает, да, то представьте себе, они только недавно начали этим заниматься, тем, чем занимаются те с холодной войны, не прекращали в армии на Ельцине и так далее. Поэтому все нормально, здесь ничего страшного нет, знаете. Я всякий раз, когда мне начинают жаловаться, а вот там русская пропаганда, вот там западная пропаганда, мне всегда это напоминает историю, знаете, вы знаете, боксер вышел на Рин, да, Конг, он получил первый, бежит в суде, экзекин, вы знаете, он меня бьет. Не бывает так. Если ты вышел политикой заниматься, всех стран есть между, между всеми странами есть конкуренция, она жесткая, она, это идет большая политическая игра. Мы маленькая страна. И очень плохо, когда нами начинает, так сказать, вытирать одно место. Хорошо, чем это может обернуться для Молдовы? Плохи. Чем? Ну, а что вы, я что, сленцев безок Кремля, чтобы мне не сдать вопрос? Но вы можете предугадать просто ситуацию. Когда-то Владимир Николаевич Воронин и его советники говорили мне, да что русские сделали с нашим виноделем, они его все скупили. И когда я сказал советнику Воронину о том, что для русских не играет большой роли, там какие-то заработки, какой-то средний бизнесмен, он зарабатывает несколько миллионов долларов на благотворительное виноделие, они не поверили, что случилось, что случилось. Нас вышибли с российского рынка после Воронины этой истории. Помните, да? Конечно. И мы туда больше не вернулись. А знаете, кто наше место занял? Тот, кто нас хлопал по плечу и говорил, плюньте на них. Хорошо, спасибо. Я вас поняла. Господин Андреевский, как эту ситуацию можете прокомментировать вы? Ну, давайте несколько моментов. Начну с последнего заявления насчет пропаганды, что там российская пропаганда не такая уж и пропаганда. Почему? Нормальная пропаганда? Виталий, я не говорил, что она не такая уж и пропаганда. Я говорил, что они просто начали профессионально этим нормально заниматься. Так же, как занимаются эти коллеги. Вот и все. Просто надо разобраться, вот то, что вы назвали, все вот эти коллеги, которые занимаются. Вот, к примеру, у них на Россию практически никаких выходов нет. То есть, там нет у них своего телевидения, нет другого, третьего, четвертого. Россия открывает свое телевидение в многих странах. А если уж говорить о Молдове, то вообще какое влияние Запада на Молдову? Как это нет? В эпоху интернета нет выхода, боже мой. У нас частные каналы в России, приедете, вы в любом частном канале в России увидите все, что угодно. Валерий, а о чем вы говорите? Какие частные каналы? Какие частные каналы? Американские частные каналы есть в России? Я вам говорю о том, что в России есть кабельные сети. Они ставят, что хотят. А нет ни американских, ни немецких кабельных сетей. Виталий, очень простая ситуация. Почему у нас 85% рекламы идет на контент, который вещает Москва? Это что, специально делается? Люди выбирают деньгами, голосуют. И все у нас, почему популярны эти три канала? Почему господин Плохотнёк контролирует Прайм и остальные каналы? И приглашает туда, кстати, антироссийских политологов, которые бросают кремон на витилятор. Дадите мне высказаться, да? Нет, ну вы говорите ерунду. Я же не досказал еще свою ерунду, а вы уже со своей ерундой вмешиваетесь. Ну я же великий, как вы сказали. Да, понятно. Так вот, на самом деле, ну допустим, российская пропаганда, если говорить о Молдове, я несколько слов буквально скажу. Она действительно системна, она охватывает телевидение, радио, газеты. И если сравнить с западной пропагандой, если взять российскую за 100%, то западная пропаганда где-то 5-10% и то, я даже не знаю, где ее пощупать, найти. Я не говорю сейчас о влиянии на политиков и так далее. Я говорю о влиянии на население. Виталий, я боялся подходить к утюгу по утрам. Мне казалось, что он сейчас скажет евроинтеграрий. Понимаете, у нас вот это вот все, настолько вот это вот... Мы сейчас о чем говорим? Мы говорим о молдавском контенте или мы говорим о западном или российском контенте? О нашем молдавском контенте. Ну так это другая вещь. Это наш контент. Тут есть и за, и против. Это наши внутренние проблемы. А влияния западного контента на население Молдовы нет. А российского есть. Так не надо говорить, что Запад там сильнее и так далее. Конечно сильнее. В пропаганде в Молдове, да? Конечно сильнее, считаю. В пропаганде в Молдавии? Конечно, все. Тут есть телеканалы западные, которые работают, да? Назовите мне хоть один румынский телеканал или местный контент, который пригласил бы российских политологов. Того же Соловьева показал и так далее. Черт из два. А вот на Прайме я вижу нормально и приглашает и вас, и ребят, которые занимаются пропагандой. Слушайте, Прайм это молдавский канал. Нет, ну правильно. Это молдавский канал. Но он вещает на российском контенте. А почему на Румыния УМНУ никого не приглашает? Нет, нет. Это российский контент вещает на молдавском канале. Нет, это молдавский канал вещает на российском контенте и зарабатывает там денег. Если вы не переворачиваете то, что... Потому что молдавский канал, вы знаете, к сожалению моему, да? У нас нет денег делать хорошее телевидение, поэтому мы прозитируем. У нас никогда не будет денег, если мы будем отдавать свои телеканалы зарубежному телевидению, а не будем развивать свой контент. Вы сейчас говорите непрофессиональную вещь, потому что... Вы знаете, великолепно, сколько стоит телевидение? Так вот, у нас нет таких денег. Все правильно. И не будет никогда. Да, значит надо отдать кому-то. Нет, не отдать. Значит, отдайте румынам, отдайте немцам. Нет, надо развивать собственные, надо собственных журналистов развивать. Вот это надо делать. И мы это будем делать. Мы говорим на эту тему, возможно, в отдельной программе. Это, конечно. Да, это очень широкая, обширная тема. Вот все-таки... Теперь о высылках этих. Значит, эта история длится давно. Во всяком случае, вот то, что там были высылки журналистов, политологов и так далее, как правило, это были высылки, связанные с теми людьми, которые ездили в Приднестровье, участвовали в разного рода мероприятиях, где они открыто поддерживали сепаратистов. И они все это прекрасно знали. Далеко не все. Ну, процентов 80-90 из этих были связаны с этим. Не было связано... Я не считал, но несколько моих коллег абсолютно ничего не имели против... за сепаратизм. Я просто многих этих людей лично знаю, и они мне сами рассказывали. Я не спорю с вами, что там были и те, и другие. Хорошо, идем дальше. А в ответ останавливали наших чиновников, которые не проповедовали в Чечне, что надо независимость какую-то поддержать, не ездили в Ашкорстан, что-то там, которые приезжали по служебным делам. Их демонстративно там задерживали, обыскивали, держали и так далее. Это первое. Второе. То, что касается высылки. Я сейчас не буду говорить о всех пяти, потому что я, во-первых, даже не знаю, кого там пять выслали. Но конкретно. Человек, который вел Балбачану, который разоблачен был. Что, Россия не могла его убрать? Зафиксировали его контакты с Балбачану, привлечение к шпионской деятельности. И он, Россия демонстративно его тут оставляла. Человек, который демонстративно военный АТШ, выезжал в Приднестровье, встречался с сепаратистами, выступал там, заявлял об агрессии Молдовы против этого. Вызывали в Миноборону. За что он заявлял о агрессии Молдовы? Там были мероприятия, которые выступали против агрессии Молдовы, против Приднестровья и так далее. Он участвовал там на гражданах. Вы присутствуете на семинарах, где тоже в Приднестровье говорят о агрессии Молдовы. Вас после этого надо сажать, если вы там присутствовали? Я не официальное лицо. Я не дипломат. Но все равно. Нет, это большая разница. Абсолютно большая разница. Он официальное лицо, он дипломат страны, которая признает цельность Молдовы. Суверенитет и независимость. Сейчас, секундочку. И европейцы тоже ездят туда. Они не ездят на такого рода мероприятия. Да, иногда при них говорят такие вещи, но это специальное мероприятие в Дубосарах было устроено, куда он поехал. Его вызвали в Министерство обороны, предупредили об этом. Ничего, продолжают ездить, продолжают участвовать и так далее. Слушайте, если мы себя не уважаем, кто нас в мире будет уважать? Мы должны показать, что мы это больше терпеть не будем. Мы хотим развивать всесторонние отношения с Россией. Мы не против России. Мы за развитие экономики в разных сферах. Но уважайте нас. Не ведите себя так в нашем доме. Это абсолютная практика. Я не думаю, что после этого должен разгореться скандал, война и так далее. Я думаю, это как бы тема прошло. Надо оставить это в прошлом и думать о будущем. Почему тогда конкретного человека не выслали, а сразу пятерых? Я повторяю, я знаю два случая конкретных. Я не знаю, что спецслужба, что СИП доложила там, какую информацию положили. Но премьер-министр сказал, что есть информация от спецслужбы, но эта информация никак не разглашается. Понимаете, так бывает, Нина, когда иногда бывает, что эту информацию не разглашает. Я соглашусь. Давайте я закончу. Поэтому, а то, что там американцы сказали, высылайте. Я не исключаю, что с ними консультировали, сказали, вот мы хотим это сделать. Они сказали, хотите, делайте. Мы как бы не будем тут вас останавливать и так далее. Не надо, как это дело до дома, вот за океаном приказали и так далее и тому подобное. Это наша проблема. Это не проблема Соединенных Штатов Америки. Хорошо, чем это закончится? Как это повлияет на... Я думаю... Но сегодня пять дипломатов наших выслали, объявили персонами Минонграда в России. Я даже не знаю, было ли у нас там пять дипломатов. Ну, а уже все шутят, что остался только секретарь и посол. Дело в том, что да, это зеркальная мера, нормально, молдавская власть абсолютно понимала, что это произойдет и так далее. Я просто думаю, что не надо сейчас на этом наживать какой-то политический капитал, как пытается там кто-то сделать. Надо сказать, да, все случилось, прошли, идем дальше. Не будем из-за этого портить отношения. Ну, Соединенных Штатов Америки выслали 35 российских дипломатов. Казалось бы, все, надо порвать отношения. Путин спокойно звонит Трампу, договаривается там, ведут переговоры какие-то. Лавров едет туда, с Трампом переговаривает. То есть... Да, если только одна маленькая проблема. Войну никто не объявляет. Если только одна маленькая проблема. Да, конечно, жестоко наказали американских дипломатов. Их оставили в России, их не выслали. Но это как бы такая шутливая мера наказания. И пригласили на утренник там детей дипломатов. Но я говорю, сейчас не надо на этом зацикливаться. Да, это можно обсуждать, можно высказывать свое мнение. У Валерия свое мнение, у меня свое мнение. Это абсолютно нормально. Но я считаю, что мы должны раз и навсегда сказать России, что мы хотим дружить, но мы не хотим, чтобы вы чувствовали себя тут как хозяева, чтобы вам все можно тут делать, а мы на все будем закрывать глаза. Это абсолютно нормально. И нет ничего в этом антироссийского. Не соглашусь. Не соглашусь. Не соглашусь по той простой причине, что время было подобрано и под визит Додона. И под... Я думаю, что есть как бы небольшая такая ревность. То есть вы считаете, что это был удар по Додону? Я думаю, нет, это был удар, но я говорю, что вот, понимаете, вот Виталий говорит, что там Путин, несмотря на то, что там высылали, разговаривает с Трампом, Путин будет разговаривать с Трампом и с Обамой и так далее. Вопрос, будет ли разговаривать он с нами. С нами. Понимаете, вот тут большая проблема. Потому что, несмотря на то, что на сегодня между Россией и Соединенными Штатами Америки, Евросоюзом, как между ними, как и между Европейскими союзами США, есть проблемы, они все равно будут встречаться. Они обречены на то, чтобы они встречались, разговаривали. Рано или поздно они будут ссориться, мириться. Но они обречены на это сотрудничество. Но часто бывает так, что, когда маленькая страна начинает себя вести, вот мне гордо, как говорит господин Андреевский, а в интересах другой страны, у другой страны возникает вопрос. А зачем мне договариваться с человеком, со слугой, когда я могу поговорить с хозяином? И тебя начинает обходить. Понимаете? Сколько раз был президент Соединенных Штатов Америки в Молдове? Ни разу. Понимаете? А почему? Она не за чем ездить. Понимаете? Ну, нет вопросов для него. Так же могут нам сказать в Кремле. Нет у нас вопросов для вас. Понимаете? Все. Уехала. Это они нам нужны. Они мы и им. Когда мы теряем последних партнеров, вот таком ворочем, и насчет гордости. Когда господин Додон вызвал американского посла, я сказал, прекратите призывать здесь к парадам ЛГБТ, сообщества. Мы православная страна. У нас что-то не принято. Понимаете? Я ничего не имею против этих людей. Но тем не менее, молдавский посол же не выходит в Соединенные Штаты Америки и не ведет себя примерно как американские послы могут вести себя в странах СНГ, в России, собирать оппозиционеров у себя, да? Сейчас сколько раздули скандалов, да, из-за того, что Россия вмешалась в выборы. Америки, Кисляк там встречался с каким-то там, с кем-то из чиновников. Да черт возьми. У нас послы американские собирают у себя всю оппозицию. Вот посмотрите, у нас даже фотографии публикуют, где там все вместе собрались, против власти, да, против Плохотнюка. Чеботару, Настасе и все прочее у посла, у послов. И обсуждает, что им делать. Подождите, а молдавский посол так себя ведет в другой стране? Собирает у себя оппозицию, начинает науськивать и так далее. Давайте российский посол и с кричаном встречался, и с надованным встречался. Он встречался, но, извините меня... Это нормальная практика, когда встречаются с оппозицией. Все правильно, я с вами согласен. Я с вами согласен, но тогда, извините меня, не надо же одних за это наказывать, других за это главить. Завершить мысль. Понимаете, вот это звучит так, вот Россия решит, что, чего мы будем с Молдовой, говорит, мы с их хозяевами договориться. Все, прошло то время, когда Россия могла кому-то там сказать, вот давайте договоримся по Молдове, по Украине и так далее. Не будет никто договариваться без Молдовы, без Украины и так далее. Господин Андреевский, это мне неудобно, вы меня когда-то учили историкам. Другие подходы. Это Россия хочет повторить Ялту-2. Вот сядем, сейчас поделим весь мир и все. Не будет этого. Мне неудобно, я вас уважал как своего предателя по истории. Это было, есть и всегда будет. Но это ваше... Никто не будет спрашивать. Никто не будет спрашивать. Американцы никого не спрашивали. Хотели, бомбили, хотели, разоряли. Хотели, да, очень просто. Все правильно. Кто спрашивал? Я повторяю. Кого спрашивали? Спрашивали иерархские народы или ливийцев, или сирийцев. Для Капарича бомбить? Кто-то спрашивал. Да слушайте, Буша не поддержал даже не Шрёдер. Мы о чём говорим сейчас? Мы говорим о Молдове, что не будут решать судьбу Молдовы Россия и США. А мы будем решать с Россией и США. Не будет такого уже в мире. Это мечта Путина вот так поделить мир, что он там сядет и переговорит. Давайте вот... Я был бы счастлив, если это было бы так, как вы говорите. Но не будет так, как хочет Путин. Причём из Путина. И как вы считаете, что вот я сяду там с Трампом, переговорю, мы сейчас Украину разделим, Молдову разделим. Вот сейчас как раз складывалась та ситуация, когда Евросоюз и Путин хотели решить президентскую проблему, а американцы не хотят. Что значит хотели? Очень просто. Я предлагаю отвлечься от широких геополитических масштабов, отвлечься. Вы почитаете заявление Красносельского, как хотели решить. Не заявление Красносельского, просто есть одна простая вещь. Никто, как Россия, не заинтересован в существовании Молдавского университета государства. И вы это великолепно знаете, и это пропагандировали много раз на своих условиях. Я еще не... И сейчас так. Они заинтересованы. Да, но чтобы вся Молдова была под Россией. Но Румыны... Нет. Да, под влиянием России. А зачем Молдове? А почему Россия не уходит с Приднестровья? Почему не уходит? Потому что это плацдарм для расширения своих... Потому что это тема, когда американцы не уходят из Германии, из Гонсанана и так далее. Я думаю, что это тема для вообще отдельной программы. Слушайте, немцы что, требуют ухода американцев? А кубинцы не требуют из Гонсану уйти? А кубинцы не требуют? Сейчас не требуют. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Это тема, наверное, для отдельной программы. Полвека требовали, никто никуда не ушел. Я хотела бы в конце, у нас времени практически нет. Задать вам вопрос, который задавался мне чаще всего нашими телезрителями. Значит, это вопрос, насколько сильна и выдержит ли либеральная партия. То есть, очень многие вице-министры сначала говорили о том, что они подадут в отставку. Уже они уходят в отпуск, остаются на время. Что будет все-таки с либеральной партией в итоге? Она полностью... Ну, господин Андреевский сказал, что она уйдет в небытие. Ну, я здесь соглашусь с господином Андреевским, потому что шанс спасти либеральную партию господин Гемпу потерял много лет назад. Он мог спасти эту партию, если бы он... Партия развалится, да? Да, да. Столько людей ушло из партии. Это тоже, примерно, что и происходило у Воронина. Ведь можно говорить, что Воронина предали, а можно говорить о том, что Воронин тоже не прислушивался к многим людям, которые ему предлагали что-то изменить, что-то модернизировать и так далее. И люди уходят. Господин Гемпу... Его люди уйдут к шалару. Господин Гемпу не мог оторваться от того, что в нашей молдавской политике называется кормушка. Понимаете? Вот когда человек впивается в нее, и все течет хорошо, человек привыкает хорошо жить. Понимаете? И вот от этого соскочить, с этого невозможно. Это беда многих наших политиков. Многие наши политики... Вот господин Андреевский не будет спорить. Он опытный, такой старый политик. Вот, значит, самый политолог. Он знает великолепно, он многих видит, что это уже политический труп. Но он еще ходит и говорит, что он будет что-то. И он еще, знаете, вот его если убьют, он еще пять минут будет дергаться и пытаться кого-то победить. Поэтому есть такие политики. Они живчики. Понимаете? Жванецкий о них говорил, когда кот лезет только наверх, его снимает, потом спасатели. Но никогда не хочет спускаться вниз по дереву. Такой мерзавец. Такие и политики. Ничего там странного нет. Но либеральная партия, я здесь соглашусь с коллегой, она мертва. Она ее уже не воскресит. Понимаете? Потому что то, что с ней сделали сейчас, это был последний гвоздь. Но его забил господин Гембер. Тут, понимаете, вот если так волнуются наши телезрители. Ну да, это один из самых таких обсуждаемых вопросов. Да ладно. Вот чтобы, в чем сила любой партии? Ресурс самой главной партии – это лидер. И идея. Если это есть еще лидер и идея, это как бы супер для партии. Гембер – лидер, который потерял всякий авторитет. В общем, у него нет абсолютно авторитета. Его рейтинг в районе 1-2%. Ну, статистической погрешности. То есть, это может быть и нулевой рейтинг, и минусовой. Если брать там 3 плюс, 3 туда-3 сюда процента. Это первое. Что касается идеи. Ведь Гемб, он, может быть, там не блещет какие-то интеллектуалы, но он не дурак. Он прекрасно понимал, что нужно за собой какую-то идею. И раньше он боялся открытого унионизма. Сейчас он там плакат висит на стене партии, что мы как бы унионисты и так далее и тому подобное. Но поезд ушел. Понимаете, во-первых, эта идея уже вот унионистская, она взята Майсанду. Не так открыто, но в принципе она делала заявление, что в принципе, в перспективе, возможно, вот это объединение и так далее. И Гимб потерял сторонников. То есть, может быть, он еще какой-то костяк партии сохранил, но сторонников он потерял. И третий момент. Если сейчас будет вот эта коррупционная история раскручиваться по полной программе, то проблема не выживания партии, а проблема физического нахождения на свободе господина Гимбу и многих других. И последнее, что я хочу сказать на этой теме. Это вообще поразительно, что вот эта партия, она практически не сумела выдвинуть сильных людей во власть. Может быть, да, вот я согласен, там в отношении Мунтиана говорили, что он как бы достаточно, Мунтиан, да, его? Да. Неплохо на экологии там, и у него были какие-то поступки, он там отказался от правительственной дачи, то, другое. Но вот смотрите, Фусу, ну абсолютно слабый министр, который вообще как бы у всех вызывает отражение. Министр транспорта тоже, там пришел с какого-то бизнеса, тоже абсолютно слабый. Вице-премьер, мы его, где социальная политика правительства? Да, мы видим, там что-то делает Министерство здравоохранения, другие. Но мы не видим такую координирующую, проектную суть этой политики. То есть, и в кадровом они ничего не могли предложить. И какое право на выживание, на возрождение? Нет ничего, чтобы, ну хотя бы, так сказать, посмотреть, сказать, ну хотя бы вот это у них хорошее, может быть, из-за этого стоит поддержать. Поэтому, аминь, ну ушел. Ну и слава Богу. Я вас поняла, спасибо огромное. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Дорогие телезрители, я напомню, что в прямом эфире была программа «Главная». С вами была я, ее ведущая Нина Дзимогла. В гостях у нас сегодня был директор Института эффективной политики Виталий Андреевский, а также руководитель представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий. Я желаю вам хорошего вечера. Напоминаю, что впереди вас ждет много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин